Добрый день, друзья! Решите представить, у нас в гостях очередной китаец, кроссовер Хайма 7, который с сегодняшнего дня официально продается в России. Компания Хайма долгое время была стратегическим партнером Мазды в Китае. Совместное предприятие выпускало японские автомобили под брендом Хайма. Собственно, пропорции автомобилей выдают было и раз то. В чем-то кроссовер с поднебесной напоминает Мазду Трибют. А где-то можно ловить сходство даже с последним кроссовером CX-5. Китай нестребима желанием именно таким образом продвигать свои машины. Пока что Хайма 7 кроссовер можно считать очень условным. Полноприводные версии не поставляются, а 160-мм дорожный просвет не располагает к активному перемещению по пересеченной местности. Владельцам Мазда Трибют и Форда Эскейп этот автомобиль может показаться знакомым. Действительно так, у него есть генетическое родство. Шасси лицензионные. В остальном это китайский, полностью китайский автомобиль, который китайцы по-своему осовременены. И как можно видеть, упаковка получилась достаточно интересной и привлекательной. Китайцы традиционно щедро оснащают автомобиль уже в базовой комплектации. Так, начиная с входной версии, оба передних сидения снабжены трехступенчатым подогревом. В наличии также две подушки безопасности, АБС, два крепления детских сидений с Афикс, парктоник, кондиционер, сидеприемник на один диск с USB-входом. Второй уровень оснащения предполагает климат-контроль, кожаный салон, датчик давления в шинах, встроенный центральный зеркал заднего вида, круиз-контроль, электропривод наружных зеркал, автозатемнение внутреннего зеркала. Руль регулируется по углу наклона, но не по вылету. Маленькая регулировка. Сидение зато регулируется в четырех направлениях. Подушка в основном изменяется. Но, к сожалению, нету лифта. В салоне бюджетный китайский шик. Звучит громко, выглядит дешево. Есть решения, которые можно похвалить, и есть какие можно поругать. Вот кожаный руль. Ложится в руку. Очень удобно. Хорошо выглядит, приятно. В то же время два шурупа из приборки прям смотрят на меня. Удобная ниша для мелочевки дорожной. Вот и очечник. Да, положил очки. С точки зрения технического вооружения, Хайма не особенно выбивается из общего ряда паркетников. Спереди стоит подвеска типа Макферсон, сзади – многорычажка. Привод педали акселератора электронный, а вот руль с наджимым гидроусилителем. Мотор адаптирован под четвертый экологический класс. Видимо, поэтому узкий рабочий диапазон начинается с 4000 оборотов в минуту. То есть для динамичного передвижения нужно постоянно держать высокий оборот. В России Хайма-7 будет комплектоваться двухлитровым мотором 149 лошадиных сил, 180 литров крутящего момента. Нельзя сказать, что это выдающиеся цифры, потому что вот даже сейчас понятно, явно не хватает мощности этой машины. Разгоняется она медленно, звучит громко, толку мало. В поворотах очень валкая подвеска, очень сильно кренится машина. К сожалению, автомобиль не оснащается системой ESP, но она есть на китайском рынке, а этому автомобилю бы она не помешала. У седьмой Хаймы всего две комплектации. Первая начинается с 690 тысяч рублей, вторая на 100 тысяч рублей дороже. На новый автомобиль дает три года гарантии или 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Межсервисный пробег небольшой, всего 7 тысяч километров. Таким образом, китайцы хотят постраховаться на случай каких-либо массовых неполадок. Как и все китайские автомобили, Хаймы-7 оставляет двойственное впечатление. Бюджетные решения, видимо, должны компенсироваться ценой. Впрочем, на нашем рынке такие машины все еще востребованы.